В нашем клубе. Что, городецкий что-то? Ну что ж. Она одна его только знает, больше никто. Этот человек, значит, стоял у истоков нашего клуба. Долгое время был президентом клуба. И вообще, очень плотовитель человек. Очень много написал стихов, песен. И его, в общем-то, женщины любят. Я знаю. Мне тут звонили, по телефону сказали. Открыли маленький секрет. Вот. И сейчас Володя выступит. И я так понимаю, что он несколько вещей сделает, посвященных поездке в Новый Зеландинск. Да? Да. Потому что сейчас только все разговоры о Новый Зеландинске. Спасибо, да. Я там написал песенку, написал там несколько стихов. Я вам прочитаю. Но я хотел бы начать с другого. Он немножко так. Значит, ну я обычно что-нибудь читаю, какие-нибудь стишки. А потом пою. Вот, ну, например. Такая пародия одна. Одна барышня написала за гостюшечек. До встречи с тобой называется. Я до тебя была красавицей. Здоровой и самоуверенной. Такие ведь мужчинам нравятся. Но я ждала тебя намеренно. Теперь же я по поликлинику. И лоб морщинками отметился. Смотрю на мир улыбкой циника. А ты мне, гад, так и не встретился. Такой ответ. Когда была ты раскрасавицей, не подходил к тебе намеренно. Боялся я с тобой не справиться. Хоть понимал, что это временно. Теперь же ты по поликлиникам. На лбу морщины, складки свесились. Искаюсь я улыбкой циника. Как хорошо, что мы не встретились. Письмо домой из Терскола. Скучаю по тебе. Ужасно мучаюсь. Когда вы не соседка, Вер нам спился. Теперь я знаю, Ты на свете лучшая. Вчера я в этом дважды убедился. Про работу. А мне уйти в отгул сегодня стоит. Я даже смог начальство убедить. Из отпуска, а также из забоя, Мужчина должен плавно выходить. Ну ладно. Песенка я хочу посвященная моей дочке. И вообще вот времени, Которое бежит так быстро. Вот сегодня мы встретились Вот с маленькой. Мы ее звали Наташа Маленькая. 19 лет назад мы с тобой познакомились. Ужас. В Терсколе вместе катались на лыжах. Прошло 19 лет. Вот так бежит время. И у меня дочка была маленькая, А сейчас у меня уже и внучка есть. Ну вот такая песенка. Помню, дверь скамеечки В нашем тихом дворике Коротали времечко Бабушки за столиком Мальчики и девочки Там играли в салочки И часами прыгали Все через скакалочку Все через скакалочку В банке распускаются Вешние вербы, веточки Но уже другие нам Ставят жизнь от меточки Мне с годами кажется Что земли вращение Кем-то ускоряется Всем на удивление Всем на удивление Детские письмушечки На невинном личике До сих пор не стерлись Меткины наличники Но родному папочке С ней уже не справиться С белокурой бестией Доченькой красавицей Доченькой красавицей Знаю точно, тормоз есть Только силы тайные Не хотят никак принять Меры чрезвычайные В залихватском кружеве Мы с планетой вертимся И с тобою, милая Все никак не встретимся Кто-то вось планетную Смазал добросовестно И сие усердие Прямо скажем, горе сна Дни и годы щелкнут Как рубли на счетчике Сломанных скамеечки В нашем тихом дворике В нашем старом дворике Знаю точно, тормоз есть Только силы тайные Не хотят никак принять Меры чрезвычайные В залихватском кружеве Мы с планетой вертимся И с тобой, милая Все никак не встретимся Спасибо Ну, следующая песня Достаточно новая Там ей полгодика Была написана В дню воздушного флота В прошлом году В августе месяце Называется она Пилот и блондинка Ну, такое Небольшое четверостище Перед песней Сейчас, милочку И на одной из вечеринок Заметил мой товарищ Метка Особо падки на блондинок Те, кто женаты На брюнетках Пилот и блондинка Скажу, блондинка Это что-то Но вот обидеть Может каждый Ее в кабину самолета Увидев Пригласил однажды Она вошла Все просветлело Все даже стали Выше роста Автопилот Тот за дело Хотя он Железяка просто Зачем вам часиков Так много А два руля Зачем? Не знаю А как вы ищите дорогу Я стюардессой Стать мечтаю Такую сыщики Довали Особенно Эффектно Сзади Чтоб все в осадок Выпадали На мне юбку Мою глядь Вот рейс Из внукова В хитро Наш лайнер Белый Совершая Я не мог сказать ей Но Она теперь со мной летает Да вы представьте Это ж чудо Когда она Туда-обратно И пассажиры Отовсюду Глядят И все Везде приятно Когда же видите вы Лица В салоне Членов Экипажа То кнопку Вызов Проводницы Не стоит Нажимать вам даже Она в кабине С капитаном И понимать Немного Стала Как управлять Аэропланом И нахрена нам Два штурвала Спасибо Ну и Третья песенка Перед песенкой Это про Новую Зеландию Я действительно Два слова Буквально Два Проехал Пять тысяч километров На автомобиле По обоим островам Новой Зеландии У нас был вечер Я специально много Многие слушали И видели Мои фотографии Это классно Рекомендую Кто захочет Отправлю Вот Правда это здорово Это и вулканы И феорды И тюлени И пингвины И гейзеры И термальные источники И прыжок с тарзанки Это и катание на водометах Это и сплав По реке Кайтуни С самым большим водопадом Семь с половиной метров Вниз летели Некоторые у нас вылетали В общем это масса Развлечений Удовольствий И денег Честно говоря Но Я скажу Кто захочет Кому интересно В 4000 евро Обошлось В 23-дневное путешествие Со здоровой Это не так много Сравнительно конечно Итак О родине Так Какой С четверости Сначала Откладывая годы По рублю Поехал Повидать Чужие страны Ну даже там Я родину Люблю Но вот Любой Странный Очень странный Ну Проезжали мы Такую речку Клуза Есть такая Клуза А перед этим Ну конечно Был интернет С собой Ноутбук Все такое И от жены Получил Эмейл О том Что в Москве В Москву Завалило снегом Что там Ветры страшные Вообще Ужас Черно Летно Я потерплю Не приезжай Там у вас Хорошо Вот Ну на таких Контрастах Светвари не получилось В новозеландской Речке Клузе Сломал На медне Два весла Она ревела Как джакузи И воды Бурные Несла Я глядя Вдаль На берег Скруч Жену С тоскою Вспоминал А в это время Снег Колючий Москву Безбожно Засыпал На теплый стан Арбат И пресню Причистинку И строгено А я Взял Адди Под песни Пил темно-красное Вино Защитным Кремом Мазал Морду Чтоб Солнцем Знойным Не спалить На шхуне Плавал По фиорду И продолжал При этом Пить В Москве Воистину Страдая Все в пророках Маялся Народ И я Страдал Об этом Зная И про мороз И гололед Нельзя мне быть Таким Слезливым Хотя характер Богом дан Подумал я И выпив Пиво Пошел Купаться В океан Первое слово Песня Здесь озера Экскурсово Наука Наука Люди Но в Москву Пришел Пришел К нам Знаете Сейчас Издается Серия Дисков Для читателей Комсомольской Правды И вот он Тоже в числе Авторов Сборника Это замечательный Автор Исполнитель Когда-то Вы можете помнить По передаче Веселые ребята Кто постарше Вообще Классик Будем сказать Будем говорить Бардовская песня Человек С потрясающим Патологическим Чувством Юмора У него и песни Такие Ну и серьезные Песни Вообще Все у него Замечательное Леонид Сергеев Хорошо АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Стул поставим Как хочешь АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Насчет того Что все замечательно Я посмотрю Как это Вы уже Занимите Да? Я как-то так Нет Давайте сделаем Я седу Я седу Я седу Нормально Да тут Без микрофона Первая песня Я бы она написал Показал Жене Быкову Он послушал внимательно Вздохнул радостно Говорит Ну наконец-то Написал нормальную КСПшную Нашу песню Потому что она так и называется Нормальная Наша КСПшная песня Равновесие не держит Наши волбом Словно Словно Паянется Шатаются Врачи Только слышен Опустевший Тарый звон Да в кармане Тихо Звяткают Ключи Чуть Поменьше Тот ящичка С письмом Чуть Побольше Французского Замка Позади Остался Незакрытый Дом А впереди Незавершенная Строка Сяду Поеду Разветрусь Среду К обеду Назад вернуть Угасается Окошечный Пейзаж С ним Сливается Купейный Синий Свет Это Что же Это Такое Что За Блаж Что В строчке Уместилось Столько Лет Ведь Года Пластались Трудно И не вдруг И слова Летели Струнами Из меня А вдруг На этой строчке И замкнется Круг Этой жизни Предпоследней Для меня Вся Любая Разве Другу Среду К обеду Может Вернуться Отвивает Время Ложечкой Стакан И колесик Квадратные Стучат Изгибает Русло Поле Старика Поворачивает Пьяница Назад Снова Поле Разлинован Листом Снова Дым От Сигарет До Позалка Где-то Где-то Впереди Закрытый Дом А где-то Сзади По Забытых Строкам Сяду Поеху Развею Руку Среду Кобеду Я не верну Песня 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 Я начал с музея С музея Правда Питерского Мойка 12 Музей Пушкина Там произошло Знаменательное для меня событие Создалось открытие Выставки Которую Назвали строчкой Из Моцарта и Сальери От куполя Шампанского бутылку Ну для такого Солидного заведения Для музея Вдруг такая Легкомысленная строчка И меня позвали Как человек Который В своем творчестве Творчество Знает толк Вот И когда я прочитал Зачастую Готовиться к этой выставке Тщательно Год Франции В России Открывался Там консул Французский Украинский Консул В общем там Питерский Помонд И я стал думать Что же мне Сочинить такого Чтобы уж Не забыли Ну и публика Собралась Сами понимаете Какая Когда я вышел Я как человек Зачастую Запевая Запевая А появившись До срока Условила Мелодикой Слух Пловень пунша Синеет Над кружкой Лил За сводкой Плафитник Слова Но Никушкин Никушкин Ядрянский Из похмелья Болит По головам Лай 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 Мухи Лапами Бьют Словно Кони Муза Тонкой И злобно Храпит И Поэт Вскрислает Не Понял Может Чет На Пут Лупит Я Шампанское Била П обусә Это На балаконе вися, а на руках И дерягнув стакан, да стакан водки царской Я полянул за зенит в лужниках Накатив самогона без меры Я прочел фигаро два листа Тот поэт, хватанувший мадеры Уложил сверху спиртик с борода И залив все шартрезом зеленым Он затих и не знал белый свет Что шампанское было, да было паленым А поэт был совсем не поэт Ла-а-а-ай, ла-а-а-ай АПЛОДИСМЕНТЫ Меня заинтересовало, что такое Тарар. Я полез в большой советский энциклопедический интернет и нашел, что в средние века, где-то в задней части передней ноги Малой Азии, существовало рыбологическое государство, Ормуз. Редкие европейцы, томящиеся в неволе, называли его, скажу, на Ахура Мазда. Я понял, что большая часть европейцев, томящихся в неволе, были наши, судя по первой части этого слова. И пара японцев такие. Ахура Мазда 3, Ахура Мазда 6 с турбонаддувом. Я стал вчитываться дальше. Действительно, Сальери написал на либретто Бомарше оперу Тарар Царь Ормуза. Я пришел к своей жене, она профессор консерватории, я говорю, а знаешь ли ты оперу Сальери по либретто Бомарше Тарар Царь Ормуза? Она залилась краской стыда, сказала, нет, конечно, я не знаю, никто не знает, и ты оперу Сальери уже давно тоже нет. Я полез с содержанием, содержание было убийственное, значит, в этом Ормузе был правитель Редиска, плохой человек. Он что-то на военачальника Тарара, что-то бочку покатил. Сначала жену забрал в гарем к себе, потом хотел Тарара, представляете, сжечь. Просто надо сжечь человека, представляете, нехорошо. Тарар собрал пацанов, пришел к этому правительству, а тот зарезал сам себя от страха. Вот, Тарар стал царем, и что меня потрясло, фраза, в знак того, что он был близок к народу, он надел на себя цепи. Я сразу вспомнил наши девяностые, когда в цепях только ленивый не ходил, и в каких цепях. Чем толще цепка, тем ближе к народу, понимаешь, вышли мы все из народа. Я все это, значит, рассказываю, потому что вы знали, о чем песня будет. Это мое искание литературоведческое. Песня про Тарара, я думаю, что вы запомните ее, потому что слова чрезвычайно, мне кажется, интеллектуальные, но... Однажды жил в Аху-Роман, сидит, герой по имени Тарар. Там каждый день был пир и пра, зенит. Там веселились, молотый старт, но портил общую картину, творя полнейший беспредел. Правитель, грех, скотина, он сжечь Тарара повелел. Тарар, естественно, был против, гореть при жизни не привык. Народ повел тирана против, и наступил тому кирдык. И все, и след его расстоял, и кто бы знал о нем вообще, когда б не троица святая, Пьер, Агистен и Бумарше. Судьба несчастного Тарара Легла морщинкой на челе Банкет на день из гонорара, И вот ли вредом столе, А там в сольере друг сердечный, Но лучше с ним не выпивать, Подсочинил мотив прелестный, И свет стало перевнимать. И все, и свет ее растаял, Как то бы белую лапшель. Когда б не Кушкин, что оставил, След на бумаге и в душе. Забыки много было разных, Кто с кем, когда и сколько пил. Но помню вся та хура-маха, Как мотор-коперу хвалил. Пекали теле, как хотели, На то они и есть цвета, Но их ведет на самом деле Боэта легкая рука. И мы, настроивши гитару, Хлебнув шампанского с утра, Мурлыча песню про тарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарар Еще одну песню «Музей Ольга-12» мне подарил, вот сейчас музей Миньковского, очень жду и надеюсь, что после посещения что-то тоже появится. Вот, когда там совершенно потрясающе человек-окурсовод рассказывала, Кушкин, гигавристы, она сказала гениальную фразу, парольную для меня, она сказала, когда около 700 человек была подвергнута репрессиям, поражена в правах, сослана в Сибирь, повешены, казнены, и оказалось, что вот эти 700 человек, которые были смыты с тела российского дворянства того времени, они оказались тем самым плодородным слоем, против которого она сказала, такое бытло поперло, тем-то она сказала, хоть стыдно было, этим стыдно быть перестало. У меня опять все переклинило на наше время, стыд как нравственная категория исчез, поэтому такое происходит никому ни за что, не стыдно. И это было в январе, а песня, которую я начал писать в декабре, она в январе же и написалась, называется «Преддам». На декабрьской мостовой, драпированной снегами, старый дедушка в мороз с прохудившимся мешком, красный нос, конечно, свой, а в мешках, что под глазами есть местечко и для слез, у убегающих тайком. Ветер времени суров, он не знает сострадания, он швыряет колки и сене, напобитый молью плиз, И в нелучшем из миров, на задворных мирах задания Одинокий человек, согреваясь, бьет на бис, Равнодушные дома, непонятная погода, да спешащие назад, старомодные часы, вот такая вот зима наступающего года. Солнца нет, но есть закат Очень средней полосы Ветер сам уже подмёрз, Забывает и спадать день, И снежина, чья мошка В душу норовит залезть, Выпивает Дед Мороз, Потому как нет подарков Потерятость из мешка Стыд и совесть, ум и честь Вот такая вот зима На задворках мироздания Нескончаемый закат Очень средней полосы Равнодушные дома Где исчезло сострадание И спешат, спешат, спешат Все спешат назад часы И спешат, спешат, спешат Все спешат Сегодня тема, которая нас здесь собрала Это благое действительно дело И, не знаю, у меня не было ни секунды колебаний Когда вот Миша Калентин Позвонил, пригласил здесь Я хочу спеть песню Которая сейчас стоится на Ютьюбе С аранжировки Евгения Быкова С духовым таким оркестриком Называется «Последний парад» А что, где-то мы не по погоде Так это никого с ней скребет А просто мы на небеса уходим Такой вот мы десант на ворот А с нами и братишки, и лейтенанты Которых ждали всем смертям на зло Мы не герои и не оккупанты Мы просто те, кому не повезло Что родились мы здесь Востока и тогда-то И жить нам отпустили только треть А чтоб понять, что души, как крылата Сначала правда нужно умереть И мы чеканем шаг по батальонам Держа равненья строго на закат А впереди Майкопская колонна А сзади те, кого забрал и рад И воздух рвут лихие музыканты И небо недалекое светло Мы и герои, и не оккупанты Мы просто те, кому не повезло Что родились мы здесь Востока и тогда-то И жить нам отпустили только треть А чтоб понять, что души, как крылата Сначала правда нужно умереть Года летят, как трассеры ночные А мы сквозь них идем И путь далек А через нас спешите вы, живые Не зная, что как только выйдет взрок Раскатятся небесные куранты В июле упадет на землю брат И не герой, и не оккупанты Закончат свой невидимый парад И мы родимся здесь Востолько и тогда-то И проживем две жизни за одну И будут наши душиники крылаты И станут наши душиники крылаты И будут наши душиники крылаты И улетят на новую войну И улетят на войну Раскатятся небесные куранты В июле упадет на землю брат И не герои, и не оккупанты, Закончат свой невидимый парад. Нам все солдат ушли. Друзья мои, на этом наша программа закончилась. Мы благодарим всех тех, кто пришел. Кто сдал деньги на ремонт этого памятника замечательного в Терсколе. Если кто-то не успел это сделать, то можете сделать. Сейчас вот к Кате подойти. Еще раз заверяем, что они пойдут на благое дело. Спасибо вам большое. Всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо.